Еще по вооружениям. Украину на саммите НАТО ждут хорошие новости по ПВО. Об этом сообщили в Госдепе нам. Значит, мы надеемся, что можем успеть до саммита и сделать некоторые новые объявления по противовоздушной обороне, сообщил чиновник Госдепа. Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные системы Патриот и подобные им системы. Я думаю, что у нас будут дополнительные хорошие новости для них на этом фронте прямо во время саммита НАТО, который начнется уже буквально через неделю. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда. Лучше пускай поставят, чем не поставят. Лучше через неделю, чем никогда. Но вот вам новость, которая ровно наоборот. Которая непонятна, от какого черта поздно. Госдеп, опять-таки, уже Госдеп. Тот был анонимный чиновник из Госдепа. А вот вам конкретно помощник госсекретаря по вопросам Европы Джеймс Убрайен. Что он говорит? Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволит вести огонь на большее расстояние. Сейчас, по словам Убрайена, Россия теряет способность наступать из-за уничтожения Украины российских мощностей вблизи границ. Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою компанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь. То есть, Убрайен, чиновник Госдепа США, официально подтверждает, что остановить наступление на Харьков удалось только благодаря тому, что мы имеем право теперь бить по Белгородской области и уничтожать там склады, уничтожать там артиллерию, уничтожать там ракеты С-300, стартовые комплексы. Поэтому мы смогли остановить наступление на Харьков. И вот этот же в этот момент Убрайен, Убрайен, ну логично сказать, как? Ну, раз так получилось хорошо, все, давайте мы теперь разрешим бить на 300 километров вглубь России, или на 500, или на 2000, или на 8000, какая разница, да? Потому что тогда просто Россия вообще не сможет атаковать, наступать, и вообще война перенесется на территорию России, и гибнуть будут мирные жители России, которые развязали войну, а не мирные жители Украины в таких ситуациях, как сегодня Днепро. Ну, логично, логичное продолжение. Нет, говорит Убрайен, вот если россияне решат расширить нынешний фронт, то тогда мы разрешим бить глубже. То есть они будут расширяться в ширину, а мы в глубину. Где логика? Он что имеет в виду? Если россияне пойдут на Сумы, то мы разрешим бить не на 100 километров, а на 200. Пойдут на Чернигов из Беларуси, мы разрешим бить не на 200, а на 300. А сейчас никак нельзя. Но это же спасет наши жизни, просто украинцев спасет. А россиян погубит. Если вы это можете, вы же сами говорите, Госдема, что вы собираетесь это сделать, если россияне. А нельзя без «если россияне» просто прямо сейчас разрешить. Прямо сейчас позвонить, сказать, да конечно стреляйте, не вопрос. Байден же сказал, только не по Москве и не по Кремлю. Мы специально на карте дырочку сделаем, сюда нельзя. А везде все остальное можно. Вот логика непонятна, правда? Почему? От того, что они будут наступать шире, нам можно будет бить глубже. При этом, кстати, в США выросла доля тех, кто поддерживает большую военную помощь Украине. Эта новость, она хороша для нас особо накануне выборов в США. Потому что нам вдруг становится, как бы, чем больше американцев поддерживают, граждан Америки поддерживают увеличение военной помощи Украине, тем труднее любому будущему американскому президенту будет вести какую-то другую политику, кроме роста этой самой помощи. Вот смотрите, значит, почти четверть жителей США, 24%, считают, что США оказывают недостаточно помощи Украине. А в ноябре так считали 18%, а сейчас 24%. Так что, мне кажется, вся вот эта шумиха, вся эта кампания вокруг Сената, Конгресса, вокруг того, что Майк Джонсон, кстати, где он, мы про него совсем забыли, что Майк Джонсон там отказывался поставить на голосование, это шумиха сработало. Это стало в мозге жителей Америки важным фактором, сработало. Теперь они говорят, дайте больше помощи Украине. Наши голоса были услышаны, многочисленные. Мы говорили, наши лидеры говорили, американские многие сенаторы, конгрессмены говорили, Байден говорил, Блинкен говорил. И все это было услышано гражданами США, не только конгрессменами, которые в результате проголосовали за помощь нам, но это было услышано гражданами. При этом 25% считают, что предоставляют достаточный объем помощи, то есть, заметьте, 24, что мало, надо больше, 25, что достаточно, 31, что слишком много. Таким образом, если мы считаем, значит, что 49, говорят, либо надо столько, либо больше, 31, что надо меньше, то мы как бы в плюсе, понимаете, в целом. Ну, хорошо, приходит Трамп к власти, смотрит на опрос, хочет снизить, он говорит, ага, за снизить только 31%, а за то, чтобы оставить или повысить, 51, ну, 49. Ну, понятно, что он оставит или повысит, он сам себе не враг, своему рейтингу. Если так все будет оставаться, или же сохранится вот эта вот тенденция под названием, как видите, растет число тех, кто считает, что надо увеличивать, увеличивать. Теперь по Европе. Там тоже, в общем, есть хорошие новости, как мне кажется, для нас. Большинство европейцев за большую военную помощь Украине. В большинстве стран более 50% считают, что поддерживают увеличение поставки Украине оружия и боеприпасов. Вот такой опрос был, сейчас кто его проводил-то. Европейский совет по международным отношениям проводил этот опрос в 15 странах. И вот цифры. Значит, ну, например, сейчас скажу. Is it a good idea to increase ammunition and weapons supplies to Ukraine from its allies? Элис. 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 Не знаю, как правильно произнести. Поэтому до сих пор не снял английский ролик. Итак, хороша ли идея увеличить количество поставок оружия и боеприпасов Украине от ее союзников? Хорошая идея отвечает 74% эстонцев, например. А плохой идея это считают 12% эстонцев, а 74% хороший. 66% шведов считают это хорошей идеей. И тоже порядка 12% плохой. Поляков 66%, Великобритания 59%, Нидерланды 58%, Португалия 57% считают, что это правильная идея. 45% испанцев, 44% немцев, 43% французов, 43% чехов. Вот что важно, что во всех перечисленных странах сторонников того, чтобы увеличить поставки, не просто сохранить, а именно увеличить больше, чем противников. Соотношение там, ну, например, я сказал, да, в Швеции 66 на 12, в Великобритании 59 на 18, в пользу того, чтобы увеличить. Во Франции 43 на 35, чтобы увеличить. В Германии 44 на, ну, примерно, 39, чтобы увеличить. Большинство, чтобы увеличить, а следовательно, правительства этих стран тоже вынуждены действовать так же. Есть всего три страны в Европе, которые против того, чтобы увеличивать, где население против. В Италии 26% за то, чтобы увеличить, а 52, чтобы нет. В Греции и Болгарии понятное, по понятным известным нам историческим причинам тоже против того, чтобы увеличить. А вот по поводу послать войска в Украину, больше всего сторонников, кстати, по-прежнему. Я первый опрос на эту тему видел уже два года назад, в 22 году, и вот по-прежнему Швеция остается страной, где больше всего людей считают, что надо послать войска в Украину. В Швеции так считают на настоящий момент, ну, примерно, тут графики такие примерные, 25% шведов считают, что надо послать войска в Украину. Больше 20% эстонцев, 20% поляков считают так, что надо послать войска в Украину. Но в любом случае во всех странах большинство против. Но все-таки 25% шведов, это немало, которые считают, что надо послать войска в Украину. Еще 25% воздержались, 50% против. И еще есть, по-моему, из того же опроса, хотя нет, это какой-то опрос Pure Research Center, не знаю, тот же это или другой, упало доверие к Зеленскому в ряде стран Европы и в США. Что я тут вижу? Сейчас скажу. 40% в среднем по 35 странам членам НАТО, в основном это члены НАТО и немножко там несколько просто наших союзников. 40% считают, что Зеленский делает правильный выбор в отношении мировой политики, 46% считают, что нет, неправильный. То есть, почти пополам, чуть-чуть с преобладанием, некоторым небольшим преобладанием скептиков. И доверие к Зеленскому падает, например, в Польше упало на 22 пункта с прошлого года, на 7% в Нидерланды, Германии, Испании и Франции на 6% в Швеции. Ну, тут все логично. В Польше, потому что мы с ним поругались из-за зерна, как вы помните, тут что ж поделать, а в остальных странах, ну, это такое естественное падение, мне кажется, как у нас падает же со временем доверие. Устали люди от войны, европейцы устали. Вот доверие падает, никаких тут чудес не вижу. Все отражает и нашу ситуацию внутри украинского. Орбан к нам вчера приезжал, а я вам почти ничего про него не рассказал, а ведь он такое замечательное предложение привозил, он так старался этот Орбан вчера, так старался, ну, не для нас, конечно, и не для себя, конечно, что вы думаете, да? Как это, Господи, что там, смерти прошу у тебя, не откажи мне, Господи, ведь не для себя прошу. Так и здесь, Орбан просил территории оккупированных, но не для себя же просил, для Путина. Так прямо и сказал. Значит, что говорит? Я, говорит, в принципе, не против идей Зеленского, но я сказал господину президенту, это Орбан рассказывал потом, после разговора с Зеленским, что он предлагал Зеленскому. Я рассказал господину президенту Зеленскому, что его инициативы, то бишь мирный план по выводу российских войск, требует много времени из-за правил международной дипломатии. Поэтому я попросил господина президента Зеленского подумать о том, нельзя ли поступить немного иначе, остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией? Ведь прекращение огня ускорило бы темп этих переговоров. Вот что-то, мне кажется, что это странно, а почему ускорило бы? В смысле, а куда бы стало россиянам торопиться? Вот мы прекратили огонь, как просит нас Орбан, и россияне почему должны торопиться вести разговоры о выводе войск или вообще о чем-нибудь. Вот в этот момент у них точно ничего не капает. Они спокойно тогда восстанавливают свой военпром, они спокойно добывают нефть и газ, продают, копят деньги, закупают танки, пушки, производят новые пушки, потому что мы им сейчас выбиваем стволы, как вы видите, артиллерийские. Они строят защитные сооружения на оккупированных территориях, и никто никуда не торопится. Поэтому, мне кажется, Орбан не прав. Прекращение огня, безусловно, замедлит переговоры, а не ускорит. Мне кажется, что путь мировой дипломатии, но он как бы побыстрее будет. Поэтому хитрый венгерский гуляш как бы не прокатил, по-моему. Его предложения не прошли. И вы знаете, действительно не прошли. Орбан сегодня признался, что Зеленский прямо ему отказал во всей этой ерунде, хотя там вчера, еще на пресс-конференции, Орбан сказал, я очень благодарен президенту за его откровенное мнение по этому вопросу, обязательно передам все европейцам. А Зеленский, комментируя всю эту историю на пресс-конференции, сказал следующее, говорит, ну Венгрия приняла участие в саммите мира, поддержала коммунике, и это говорит о готовности Венгрии быть эффективной ради возвращения реальной, долговременной безопасности. То бишь, как бы, тут уже Зеленский не говорил, ради возвращения украинских территорий, потому что они же подписали бумагу саммита мира, а там написано, верните все территории сначала. Но я честно думаю, что Орбан играл этот спектакль для Путина, сам приехал со своими целями, я имею ввиду, какие цели, вот эти венгерские школы, есть венгерские школы, он рассказал, что будут украинские, открывается первая украинская школа в Венгрии, молодец, он покажет сейчас у себя внутри Венгрии, что он съездил в Киев и добился там прав венгерского меньшинства, все у него будет с этим хорошо, что он достойный лидер, как-то возглавляющий Евросоюз Венгрии в настоящий момент, с этим тоже у него все будет хорошо. Он ехал как человек, который вступил на должность главы Евросоюза, ну не имеется в виду не Еврокомиссии, конечно, а Венгрия возглавляет ЕС с 1 июля на ближайшие полгода, и он должен был с первого визита совершить в Украину. Это вполне себе в традиции, он показал себя настоящим европейцем, Морбен, поэтому я бы его не стал троллить. Да, он выдвинул пропутинское соглашение, пропутинское предложение, но это из разряда поручик Ржевский, да, поручик, а как вы так лихо знакомитесь с женщинами и соблазнили такое количество, у вас есть какой-то секрет, да, говорит, есть, а какой? А я, говорит, подхожу, говорю, мадам, а можно вам впердолить? Поручик, но ведь за это можно и по морде получить, можно и получить, но можно и впердолить. Мне кажется, вот таким образом повел себя Орбан, попытка-непытка называется, попытка-непытка. Нас пугают тем, что он теперь будет посредником. Вот это я услышал, не мог это самое, не мог прекратить свое ха-ха. Пошли уже всякие политологи, это знаете, как политологи сказали, что Макрон проиграл уже все, ошибся, все проиграл. Так появились политологи, которые услышали, что все, Орбан будет посредником в переговорах о мире с россиянами. Ну, давайте, сейчас специально, сегодня вообще здравый выпуск, сегодня среда, вот знаете, понедельник, день тяжелый, и мои выпуски успокоительные, а сегодняшний день выпуск здравого смысла. Вот я вам на пальцах здравого смысла показывал, почему во Франции есть шансы у Макрона и как, и что ему нужно для этого сделать. А сейчас на пальцах покажу, почему нам не нужны посредники. Что такое посредник? Абрамович посредник, да? Типа мы звоним Абрамовичу, Абрамович Путину. Да ладно, если надо, мы Путину сами позвоним, у нас не заржавеет, не вопрос. Только смысл такого разговора. Если мы все равно не поверим тому, что он скажет, так и разговор теряет смысл. Нам не нужны посредники, нам нужны гаранты. И Зеленский, ведь он же выступал, когда давал вот это интервью с Ирой Филадельфия, он сказал, что единственная возможная модель, сейчас я скажу, Украина может найти модель, в которой можно находить решение. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договорилась не с Россией, а с ООН и Турцией. А они в свою очередь взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соглашение с Россией. Так это работало, два зеркальных соглашения. Также и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, также должен разбираться с представителями России, пока у нас только такая модель. И вот тут я готов разъяснить. Тут дело не в поддержать, Зеленский в моей поддержке не нуждается. Мне кажется, я готов, и это важно, чтобы я разъяснил, что имеется в виду. Вот тут математика моя должна включиться. Значит, как мы зерновую угоду эту подписывали? Украина подписывает с Турцией договор, а Турция с Россией. О чем договор у Украины с Турцией? О том, что наши корабли, суда, точнее, гражданские, возят зерно через Босфор, в порт Одессы и так далее, и что их никто не будет трогать. А у Турции, да, при этом Украина обязуется не возить на них оружие, например. У Турции договор с Россией такой же, что вот сюда такие будут ходить, есть обязательства, что не будет на них оружие, но зато их никто не будет трогать. А для чего нам Турция? А для того, что если Россия решит тронуть, то Турция имеет право бомбануть по российским кораблям. Если российский военный корабль, русский военный корабль решит задержать наше судно, то турки подплывают, такие, вы кто? Вы русские? Русский военный корабль, иди на... Не знаю, как по-турецки вот это слово. На... В общем. А, ну да. Знаю. Даже это знаю, видите. Русский военный корабль, иди на... Я же правильно выразился. И турки поэтому гаранты, потому что у них есть сила быть этими гарантами. Сила. У них есть военная сила, чтобы стать такими гарантами. Поэтому они и нужны, и полезны. А зачем нам Венгрия? Какая у Венгрии сила? У Венгрии нет силы, чтобы быть нам полезным. Понимаете? У Венгрии нет силы, чтобы быть нам полезным. И это проблема. Типа, и что нам с этим делать? Венгрия не сможет стать гарантом. Ну, предположим, мы подписали договор, что россияне будут сейчас через в течение, не знаю, трех лет будут выводить войска, с оккупированных территорий постепенно. И Венгрия гарант этого договора. Россияне таки почесали репу и не стали ничего выводить. Что Венгрия? Пришлет свои войска или икарусами будет вывозить? Или забросает горошком глобус российские войска? Нет, гарантом такого соглашения может быть только страшная огромная военная сила. Типа Америки. Или Китая. Когда президент Финляндии тут сказал, то вот вчера, по-моему, сказал, что есть способ закончить бои в Украине одним звонком. Си Цзиньпинь мог бы связаться с Москвой и уладить конфликт, читает президент Финляндии. Александр Ступ. Сами россияне говорят, не, мы не зависим от Китая, вы что, вообще нет, мы партнеры. Какие они партнеры? Я вот задумался, я вчера сам сказал в одном из интервью по Ирине Узловой, что нет, Китай не может быть гарантом. А я понял, что может. Может, может, я ошибся. Я поразмысливал после этого. Может, потому что китайцы держат Россию за нижнюю часть тела. Ну, если она в России есть. Потому что китайцы поставляют России все. Все технологии, всю еду, всю, там, ну, большая часть еды, станки, там, в общем, все-все-все. Все поставляют китайцы. Телефоны поставляют китайцы. Все поставляют китайцы. Соответственно, китайцы могут ставить россиянам условия. Вот мы гаранты. Если вы не выполняете, мы переставим вам все это поставлять. Переставим покупать у вас газ и нефть. Все, и вы дохнете с голода. Китай способен задушить Россию голодом, холодом, вообще, и пустыми полками магазинов. Китайцы на это способны. Они это могут. Поэтому Китай мог бы быть таким гарантом. США могли бы быть таким гарантом. Венгрия не может быть таким гарантом. Поэтому все эти разговоры с Орбаном будьте спокойны. Это в пользу бедных. Это вообще нас никак не коснется. Никуда у нас не придет. Субтитры сделал DimaTorzok